Россия Чужой Взгляд Я создал методичку Потому что я с этой фразы начну И я, наверное, с этой фразой сегодня и закончу Японские победы одержаны были в редакциях лондонских газет и телеграфных агентств Это заявление Алексея Суворина Это издатель газеты «Новое время» В общем, медиамагнат того времени Ближайший, кстати, приятель Пушкина С которым они, правда, разругались На деле Дрейфуса О чем я, кстати, собираюсь рассказать в отдельном выпуске Потому что это история про то, как французское общество поделилось на два лагеря И это деление потом сохранялось долгие годы И как это отразилось на Франции во время Второй мировой войны Но сегодня мы говорим совершенно про другие вещи Когда-то давным-давно, более 10 лет назад Я создал проект «Россия Чужой Взгляд» В нем я показывал образ России в зарубежных медиа Преимущественно в западных, преимущественно в американских фильмах и сериалах Но были также и европейские продукты И даже восточные Японские, китайские и корейские И, в общем-то, в основном-то, конечно, была такая забавная клюква Но были довольно серьезные выпуски И, например, одним из поворотных моментов для меня явился фильм «Война Чарля Уилсона» Где я наглядно показывал на примере шотландского исследователя Что вся эта информация по поводу того, что Советский Союз делал бомбы в виде детских игрушек Мины в виде детских игрушек Это все бред севой кобылы И это заявлял, собственно, специалист с той стороны Но кто эту книгу прочитает, кто вообще этот выпуск посмотрит Обычно я старался придерживаться какой-то объективной точки зрения Я когда-то давным-давно ходил на Невский проспект Дом журналистов На семинары по журналистской этике Которую устраивала Анна Аркадьевна Шароградская И там, в общем-то, на данных мастер-классах нам вообще рассказывали Что такое хейт-спич, например, язык вражды и много чего другого И как вообще должен вести себя журналист К сожалению, чем дальше, тем больше Особенно с развитием интернета и появлением блогерства Стало понятно, что журналистика умерла И сегодня мы наблюдаем это как никогда Тем не менее, я пытался быть объективным Хотя понимал, что это абсолютно проигрышная позиция Людям удобнее бежать куда-то стадом За каким-то флагом И мыслить так, как им говорят, как им навязывают В одном из выпусков РЧВ в 2015 году Как раз, когда я вернулся из Крыма Я вот ввел такой термин, который некоторые даже подхватили Информационный гамбургер Это то, чем многие из нас кормятся Ну и там же, кстати, я высказал свои довольно грустные мысли О грядущем Что-то мне подсказывало, что будет коллапс Я не знал, в какое видео он произойдет Но я это чувствовал уже тогда Я вот вырезал прямо этот кусок И даже запостил себя в ВКонтакте Потому что, ну, как будто снято буквально вчера Объективность моя выражалась даже в названии роликов Почему люди уезжают из России Я сидел в Амстердаме, об этом рассуждал Помимо экономических причин Почему молодой пассионарный элемент С такой охотой уезжает за рубеж Следующий выпуск был Почему я не уезжаю из России Я показывал изнанку США Или, например, чем Россия круче США Следующий выпуск Чем США круче России Когда я рассуждал про Советский Союз Я показывал и плюсы, и минусы данной системы Но, опять-таки, это как бы не очень популярная позиция По уже вышеозначенным причинам И сегодня выпуск будет не объективный Я не смогу вам показать то, что пишет западная пресса Я не смогу вам показать скрины с New York Times The Sun, Daily Telegraph С французских газет и ресурсов Потому что теперь это может попасть под статью О дискредитации действий нашей армии Ибо кому как не мне Знать, как легко и непринужденно Интерпретируется та или иная информация И потом доказывать, что ты и не баран Поэтому сегодня мы Вы этого не увидим Но вы можете это сами все посмотреть Доступы ко всем этим ресурсам Есть другой вопрос, что вы не станете этого делать Потому что зачем оно вам надо Это опять-таки ко всему вышесказанному Точно так же я не буду рассуждать о военных действиях Потому что я в них никогда лично не принимал участие И слава Богу И я надеюсь, что я никогда больше И никогда и не приму Потому что опять-таки ряд людей И даже тех, кто прошел Великую Отечественную войну Мне периодически за рюмкой чая Объясняли, что такое война на самом деле Как выглядит фасад И как выглядит реальность И реальность на самом деле это ужасно Хотя опять-таки Хоть кул на голове тиши Некоторым особо рьяным Представителям рода человеческого Но о чем я сегодня буду рассуждать И в чем я разбираюсь профессионально Это в войнах медийных Благо я этим занимался Занимаюсь и что-то мне подсказывает Буду заниматься и дальше Здесь я могу сказать свое веское слово Чтобы с порога закрыть тему Для фанатов секты, где вы были 8 лет Я хочу сказать, что как только у меня появилась возможность Съездить на Донбасс, я туда съездил Я ждал эту возможность Ибо если бы я там оказался просто как частное лицо И бегал бы там с камерой по улицам Ну, ко мне могли бы возникнуть некоторые вопросы Потому что это, в общем-то, фактически Режимный объект Там после 22.00, например Если вы не в курсе Комендантский час Вы просто не можете выйти Без специального разрешения на улицу И я снял там Очень короткое видео Оса бездна Можете посмотреть Прикреплю ссылку внизу Надо сказать, что я там много чего увидел Понял и осознал Самое главное, что я осознал Что вот эти женщины, эти вдовы, матери и жены Они уже, конечно, Украину никогда не простят И, в принципе, мы стоим на пороге гражданской войны Все, что происходит, я воспринимаю как гражданскую войну Именно потому что мы долгое время были вместе Поэтому ко мне можно этих вопросов не задавать Более того, человек, который меня туда засылал И помогал всячески осуществить эту поездку Он предлагал это сделать не только мне Еще некоторым представителям В той среде, в которой я обитал Согласился только я К его удивлению и к моему удивлению О чем он мне потом С матами рассказывал Ну, опять-таки Герои все вот На диванах А даже какое-то элементарное действие Совершить мы порой не в состоянии Но я вам хочу задать вопрос Следующего характера В течение восьми лет Я, естественно, мониторил западные СМИ Особенно Нью-Йорк Таймс И ни разу никогда я там не встречал Вообще ни одного упоминания про Донбасс Другой вопрос Что там всегда были separatists Всегда были Eastern Ukraine И вот, которые occupied И все такое прочее То есть вот такая риторика там обычно присутствовала И здесь уже возникает обратный вопрос К нашему родному дорогому правительству Где они были все эти восемь лет Потому что почему-то Всем кажется, что Мы можем создать РТ Russia Today Мы можем создать спутник Мы можем посадить Стадо придурков Вот если поехать туда Там Ольгино находится Они там долгое время тусовались И причем обрабатывать в основном внутренний рынок Хотя я не знаю, зачем его обрабатывать Тут у нас и так уже у всех уши заточены под лапшу Короче Не проводилась никакая работа По донесению информации до западного потребителя Так, как это надо делать Ну, я, например, когда работал в интернет-агентстве Возглавлял отдел СММ Я не знаю там Мы профессионально занимались борьбой с черным пиаром Поскольку это коммерция То, естественно, я решила про коммерческий проект И в данном случае про строительство У меня был даже такой мастер-класс СММ для застройщиков Где я отдельно рассказывал про признаки черного пиара Что с ним делать, что с ним не делать И так далее Там были понятия партизанский маркетинг Или посев, мы это вообще называли Что угодно То есть, вообще, по идее Вот чем занимается США И они это открыто декларируют Создаются площадки Интернет-площадки Каждая из которых заточена под конкретный регион Под конкретную страну Потому что они создаются, естественно, на многих языках Учитывается особенность менталитета То есть, страны, с которой вы работаете Таких площадок должно быть много Они должны продвигаться совершенно разными способами Потому что, я вас уверяю Деньги любят все и везде И даже с этих, так называемых, сознательных западных блогеров Всегда можно... Ну, если не купить, то, по крайней мере, через них что-то там продвинуть Но это отдельная работа Она требует создания специальной структуры Которой занималась профессионально Ибо Russia Today – это официальный канал И это все понятно То есть, на нем уже стоит клеймо Нужен именно тот самый партизанский маркетинг Ничего этого не было сделано И вот вопрос, который я вам хочу задать Ну, допустим, сейчас какой-то сознательный, я не знаю, американец или англичанин Во что я не верю Потому что им там вообще посрать, что вокруг происходит Ну, допустим, он захотел узнать Что ж там на самом деле происходит Вот на этом самом Донбассе Вот куда ему идти? Что? В ВК? Или куда? На наши русскоязычные сайты? Куда ему идти? Где эти ресурсы? Где они? Их нет Их не было и их не будет Потому что, я не знаю почему, но в нашей стране, не важно, что на дворе Российская империя, Советский Союз или благополучная, в кавычках, демократическая Российская Федерация Это всегда одно и то же Мы постоянно проиграем вот эту вот пиарную историю Хотя Любой специалист, любой, даже, ну, самый простой в сфере коммуникации Я имею в виду пиарной коммуникации Он вам рассказывает, что и как надо делать в данном случае Я знаю, как это сделать А я абсолютно, ну, такой середняк То есть я не в топах, я не на самом низу Я был руководителем среднего звена Я знаю, как это сделать Я знаю примерно даже, сколько надо на это денег И я могу представить, какое количество денег сливалось вот на все эти якобы ресурсы И эффекта от этого был ноль Буквально, по-моему, 19 февраля я выложил выпуск РЧВ Где говорил, что никакой войны не будет Потому что, ну, во-первых, я, извините, не готов воспринимать Украину как врага Но даже суть не в этом А суть в том, что информационное поле лежало ниже Плинтуса Ну, то есть нельзя при таком информационном поле начинать военные действия Потому что, вспоминаем еще раз, да Япония выиграла войну еще до нападения на Россию Она подготовила почву для этого Поэтому нападение на Россию, осуществленное абсолютно не так, как было принято, цивилизованно в тот момент То есть нужно было объявить войну и все прочее Оно нашло понимание и сочувствие как в Штатах, так и в Европе Ничего этого не было сделано Я вам больше могу сказать, никакой работы не было проведено и на самой Украине Потому что это, может быть, вам тут втющевали про некую деноцификацию Там про никакую деноцификацию никто не знал и не ждал И вообще не рассматривал наши войска как освободители Опять-таки, в силу действующего нынче закона Я не могу вам рассказывать и показывать все то, что присылают мне уже мои зрители и подписчики с Украины И если отсутствие предварительной медийной работы на Западе это дно То отсутствие предварительной медийной работы на Украине это днище И забегая вперед, я хочу сказать, что я тут немного не учел падение прямого солнца Поэтому вас ждут некие спецэффекты, чтобы вы могли рассмотреть то, что я изображаю на белом листе Я вас хочу расстроить, что если раньше ситуация еще была поправима То теперь она уже вообще не поправима Учитывая накопившийся негатив вокруг нашей страны Мы его только-только начали исправлять За счет каких-то ивентов, за счет чемпионата Европы по футболу За счет каких-то фестивалей и так далее Только-только мы после Крыма, где все было сделано по красоте Ни одной смерти По-моему, один человек умер во время митинга Это все, что произошло из этой части Мы уже, к сожалению, никогда не сможем эту историю повернуть в нашу сторону Потому что был упущен момент Не было ничего сделано в данном направлении И вот эту бетонную стену, которая сформировалась в виде откровенной русофобии Ее уже не разбить никаким-то лаконным лбом И здесь мы сейчас поговорим про другой момент Про моих замечательных россиян Которые абсолютно не понимают, как мне кажется Ни что такое интернет Ни что такое западный менталитет Ни что такое страна Америка Ни что такое какая-нибудь европейская страна Я говорю, конечно же, не про всех Но в целом Один из самых распространенных вопросов Тире предложений в мою сторону Надо обязательно разместить субтитры, чтобы это увидели там И вот здесь ты понимаешь, что человеку вот, ну вот Бум-бум Вы сами, как много и часто, смотрите что-то с субтитрами Американцы ничего не смотрят с субтитрами вообще Это раз Во-вторых, для того, чтобы пробиться из русскоязычной зоны интернета и ютюба туда Это я не знаю, что нужно сделать Я в свое время пытался создать Ну я создал отдельный канал И пытался там делать выпуски на английском языке Причем я понимал, что сначала их нужно раскручивать здесь в России Чтобы потом через это туда как-то промиваться Делал это все с английскими субтитрами У меня даже была такая мысль Может быть приглашать красивых там русских девушек С ними брать интервью Где бы они рассказывали про то Какая Россия То есть 5-е, 10-е Ну то есть через эти Russian Girls туда заходить Потом я на это все плюнул Потому что, ну это, знаете Это как песчинку бросить об асфальт Без государственной поддержки Такие проекты осуществить невозможно Поэтому я этот канал забросил Ну опять-таки, ну хотите, размещу там ссылку на один из роликов Ну посмотрите Но это посмотрите только вы И больше никто Поэтому наш народ, который периодически репостит Там, не знаю, отдельные какие-то видео Отдельные посты людей запада Говорят, вот что думают американцы То есть они берут какую-то там просто вот на полшишечки Явление И пытаются выдавать это как за массовое движение Но как только вы приедете туда Вы убедитесь наглядно Что, ну это все бред сивой кобылы Допустим, Штаты это одна из самых самодостаточных стран в мире Я об этом говорил неоднократно Им в принципе посрать, что происходит, где бы то ни было Все говорят на английском языке Везде есть Макдональдс Все смотрят грудские фильмы Все, как бы, панчлайн Поэтому заходить туда Приезжать в Тулу со своим самоваром Ну это как минимум странно Но наш народ на этом не останавливается И сейчас я вам хочу показать одну вещь Которая лично меня совершенно убила И я ни разу нигде не встретил в интернете Вообще размышления на эту тему И хоть бы один человек подметил ее Мы сейчас пребываем в абсолютно Ну естественно такой антизападной Антианглосаксонской Антиамериканской парадигме И вот находясь в этой парадигме У нас появился некий символ поддержки Этот символ поддержки Вы его прекрасно знаете Он выглядит вот таким образом Это буква из английского алфавита У наших замечательных ребят Не нашлось буквы в алфавите русском То есть вы вообще задумаетесь о том Что на этом патриотическом угаре Нам все равно потребовалось Некое импортозамещение Нам все равно потребовалось Что-то из Штатов Что-то из Англии Да, можно сказать, что это Латинская буква Окей, но во-первых Как многие из вас знают латынь Во-вторых И это все равно не меняет Как бы Дело Это английская буква Как это происходит? Ну, во-первых Вы можете посмотреть Замечательный фильм «Wag the dog» Или он у нас был переведен Сначала как «Хвост виляет собака» А потом как «Плутовство» Там снимается Дастин Хоффман И Роберт Де Ниро Прекраснейшее кино То есть там показан Механизм запуска Такой акции Только в том случае Они кидали ботинки на провода Ну, у нас как это происходит? Обычно Когда петух в жопу не клюет Это, собственно В системах определенных тендеров Закупок и прочее Разыгрывается эта история Какое-нибудь ОАО Это все дело выигрывает Нанимает агентство И в этом агентстве Какой-нибудь Вася Придумает вот эту историю Все остальные бабки, естественно, пилятся Я сейчас вам Сделаю одну вещь Я возьму ручку И сделаю вот так Это русская буква З Более того Это еще и цифра 3 Если смотреть на нее Как в индексе пишут Правда, тут можно Закрыть ладошкой И получить вообще другой знак Но Знаете, из этого тоже Можно что-то сделать Я это абсолютно Дарю Это абсолютно бесплатно Я вам сейчас Больше могу Показать Я возьму и сделаю Вот так О! Буква З Не З А З Русская Опять-таки Цифра 3 Тут и русская тройка Тут вообще Плацдарм Для креативных Вот этих вот Историй Ни копейки За это Не прошу Я слышал Про такую теорию Мне многие люди Об этом рассказывали Что эта буква З Она была Соответственно Еще интегрирована Потому что Она очень легко Наносится баллончиком На стену Ну это спасибо Кэп Ну во-первых У нас в городе Герой Ленинграде ЖКХ закрашивают Даже репродукции Картины Перова С Достоевским Я уж молчу Вот про эту историю Да То есть И вообще Нехорошо На стенах Гадить Поэтому это все Конечно Версия в пользу бедных Но Отсюда Соответственно Вся эта история Вот спасибо деду За победу На Ауди И Тоже очень часто Мне пишут Что типа Ну а что В конце концов Ведь патриотизм Он не в этом Ну чувак Если ты Как бы Ассоциируешь себя С Великой Победой В нашей Великой Отечественной войне Ну Будь тогда добр Проассоциируй себя И с историей Брэнда Ауди Посмотри Как бы С чего это все начиналось Потому что В Берлине Например Когда в центре города Вот я рассказывал Там всегда Когда возил туда Свои экскурсионные группы Вот этот мемориал Со столбами Там Разновеликими Покрыли Покрыли Антиграфическим Покрытием Да Специальный Состав Чтобы граффити Там не держалось Выяснилось Что это Контора Которая Во времена Вообще Ассоции Поставляла Газ В газовые Камеры И разразился Скандал То есть Немцы Это почему-то Понимают А мы Нет Другой Пример Только ленивый Мне не прислал Высказывание Бодрова Про вот Войну Что во время войны Нельзя там Критиковать Действия Нашей армии Согласен Абсолютно Но при чем Здесь Бодров И при чем Здесь война Наша страна Не ведет войну Друзья мои Наша страна Проводит спецоперацию За слово Война А уж тем более За слово Нет войне У нас сейчас Опять статья Поэтому При чем Здесь Бодров Вы что Хотите сказать Что вы Не соглашаетесь С Владимир Владимировичем Путиным Когда он говорит Что мы Проводим спецоперацию То есть Вы все-таки Пытаетесь педалировать Какую-то свою тему И заметьте Что я На самом деле Я ничего нового Не открываю Я не передергаю Не подтасовываю Я просто вам Рассказываю Все как оно есть Но почему Это понятно Допустим Мне и непонятно Миллионам Граждан Потому что Информационный гамбургер Потому что Эмоциональное мышление Они рациональны И так далее Потому что Массовая истерия И именно поэтому Собственно Наверное Наше правительство Особо и не запаривалось Про Внешний пиар Ну зачем Главное Здесь поляну подготовить Это все ясно И понятно Это все делается на раз Вот пожалуйста Попилим Бюджетик Заплатим За эту букву Там же целая стратегия Разрабатывалась Это все презентовалось Объяснялось Стоило это Немалых денег Ну обычно Это так происходит Я не знаю Конечно Как в данном случае Но я думаю Что вряд ли Было по другому И я вангую Что когда у нас Будет 9 мая И преддверие Этого праздника Вот эта замечательная Буква Z Она будет Инкорпорирована Везде Ее только можно Она будет Свисеть Свисать Из каждого утюга Все ее Благополучно Напялит на себя Совершенно не отдавая Отчет вообще Что вы Напялили На себя Что вы Поставили себе На аватар И я каждый раз Умиляюсь Ну вот Вот если взять Простого американца Я не знаю Мне кажется Что-то для штатов Сделано Чтобы они понимали Вот буква Z Что если они Вот это поставят Они наверное Вряд ли поймут Другого объяснения У меня В данном случае нет Поэтому Вот если бы Весь этот угар Можно было бы Пустить За пределы России Вот тогда бы Наверное Был бы какой-то Эффект А так Увы и ах Вы все прекрасно Знаете последствия Футбол в баню Ну Редкий случай Когда я радуюсь Что наши люди Не умеют играть в футбол Футболисты наши Да То есть сборная минус Клубы Больше туда не едут Я не могу Смотреть сейчас Обзоры Матча в Дэдэй Свои Потому что там Что ни выпуск То сразу начинается Это украинская тема Саппорт Украина Стенд из Украины И все такое прочее Плюс там Несколько игроков Из Украины Ведь играют Зинченко В Сити Значит В Вестхэме В Эвертоне Играют украинцы И прочее Я Блин Это был единственный уголок Куда я уходил Вот чтобы От всего этого жизненного дерьма Абстрагироваться Там просто футбол Нет теперь и там Меня это все дело Нагоняет И я не знаю Какая стратегическая задача Конечная стоит Там Но Я Наблюдаю Очень интересный эффект Особенно В так называемой Левой тусовке Которая Никогда таковой Не являлась Ну на мой взгляд Я там Видел только Красный капитализм По пальцам Могу перечислить Людей Которые Являются По-настоящему Левыми В моем понимании Так вот У нас И там И вообще По всей стране Сейчас Абсолютная Черносотенная Повестка дня То есть До революции Это звучало Как бей Скубентов И жидов Ну а теперь Не знаю Бей предателей И хохлов И это крайне Опять таки Интересный Элемент Развития Массового сознания Потому что Ну понятно Почему это происходит Потому что Люди не сличают Вообще Слова и действия И историю Мало кто знает Кто такой Дубровин Мало кто знает Кто такой Парижкевич Мало кто читал Книжку Которую я всегда рекомендую Прочитать На лезвие с террористами Герасимова Это начальник Петербургского охранного отделения Где он писал в том числе И про терроризм справа И если терроризм слева Был идейный То терроризм справа Он был в основном уголовный И все такое прочее И вот это вот все Вот это все Оно Оно вот здесь То есть я Если честно Ну я нахожусь иногда Порой в пространстве Потому что Ну это событие Больше чем столетней давности Это Совершенно другая страна Совершенно другие условия Существования И даже В информационном И военном Пространстве А Смыслы не меняются Все 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 Вот по-прежнему Вот так вот Ну единственное Что конечно Дедушка Ленин Сейчас бы очень удивился От нынешних Лозунгов Вместе Там со всей своей Компанией Но это уже Отдельная история Поэтому Да Можно мочить Скубентов и жидов Безусловно Но это всегда Путь В никуда Потому что Я могу привести Пример Вот стратегического Мышления И работы С Молодым поколением Я писал об этом У себя В постах Вот представьте себе Если бы Моргенштерн Сейчас пришел бы К кому-нибудь И сказал У меня там Душевный кризис Что мне делать Ну Скорее всего Его бы послали Особенно если Речь идет про Максимально настроенных Агрессивно настроенных Граждан А вот когда он пришел В синагогу То Равин Он его выслушал Подарил Две книжки Среди которых Одна из которых Была Тора И Моргенштерн Он сделал Об этом пост У себя в соцсетях В течение недели К Тору Смели С полок этого магазина Смело Поколение Как раз Не знаю 15-20 лет То есть А как вы До него достучитесь Иначе То есть Читай Библию Да иди ты в жопу А здесь пожалуйста Это Стратегическое мышление То есть Не послать человека В данном случае А попробовать Использовать метод Мягкой силы Но это не про нашу страну Метод мягкой силы Мы не понимаем Мы можем только Брятать оружием В ситуации Медийной Которая абсолютно Против нас И усугублять Это всяческим образом И В общем-то Сами себя Сгонять в угол Поэтому Я понимаю Что все Что я сказал Оно крайне Неприятно Для большинства Людей Я понимаю Что Многие Не согласятся С некоторыми Моими доводами И будут Опять-таки Доказывать То что им Напели Из всех Утюгов Ради бога Это абсолютно Нормальная история Я очередной Я хочу сказать Что Не соглашаться С кем-то Это нормально Ненормально Людей за это Банить И удалять Комментарии Вот это Ненормально А не соглашаться Это нормально И я Как вы знаете Ничего не удаляю Если вы чего-то Не находите То скажите Спасибо Ютюбу Система Сейчас устроена Таким образом Что иногда Даже сам автор Не может Ваш Комментарий Проследить И вынуть Даже и спам Потому что Его и там нет К тому же Ютюб Доживает Последние дни Мы просто Сидим и ждем Кто там первый Либо самая Гугловская система Это дело прикроет Либо Наш замечательный Русскомнадзор Тоже Это все дело Прикроет А VPN Которыми я Например Пользуюсь Практически В свою жизнь Ну мне нужны По другим делам Они не всем Знакомы Доступны И проще Тем более Что хорошие VPN стоит Ну вот мой Например стоит 100 долларов В год Не все Почему-то готовы Эти деньги платить Ради Доступа К определенного Рода информации Поэтому Вот Такие У меня Мысли По данному Поводу И Я не знаю Буду ли я продолжать Проект Россия Чужой взгляд Возможно Я немножко Переформатирую В ближайших Выпусках Потому что Я действительно Хочу рассказать О работе США Медийной Во время Корейской войны Потому что Я был в городе Бостоне И видел Мемориал Мемориал С солдатом Американским Погибшим Во время Корейской войны Я подумал Я подумал Вот как Можно Все С ног На голову Поставить Особенно Во время Вторжения В Гренаду Это вообще Отдельный Кейс Во время Вторжения В Панаму Вьетнам Ну Сербия И Ирак Это вообще Как бы Святое дело Как там Все было Обставлено И какие там Обложки были У журналов По этому поводу Абсолютно Сто процентов Оправдывающие Действия Американской армии Ну Вот это Это такой Мастер-класс Как это надо делать И то Как Собственно Мы Делать Не умеем Не научились И судя по всему Не научимся Уже никогда Поэтому Россия Проигранный Пиар Это вечный хэштег Это наши кредо С этим Остается только Смириться Но Закончить Я бы хотел Все-таки На такой Не то чтобы Положительной Позитивной ноте Я делал пост Об этом у себя Вконтакте В инстаграме Инстаграм приказал Долго жить Теперь будем встречаться В телеграме И я думаю В яндекс Дзене Который Опять-таки После Закрытия Ютуба Будет набирать Обороты И я там Приводил Вот эти вот Картинки Эти картинки Здесь Соответственно С одной стороны Вот эта Россия В образе Такой вот Ну и на второй стороне Да Цивилизация Указывает на него И вокруг Все страны Включая Японию И контакт Выдал мне Уведомление Что возможно На этой фотографии Ваш друг Ну да Вот Такой вот Такой вот Друг И хоть Что ты такую Непатриотичную Футболку Надел Футболки Непатриотичные А вот Это вот Очень Патриотичная История Поэтому То что я Закупаюсь В опрашке Обычно Вместе с трусами И носками И надел На себя Потому что Я это Тоже Ношу Не собираюсь Этого друга Бросать Каким бы он Ни был Потому что Друзья Бывают разные Бывают Друзья Может в чем-то Неприятные Но зато Они В определенных Ситуациях Сами приходят Тебе на помощь И я с этим Тоже сталкивался Неоднократно Поэтому Вот такой Вот немножко Горький выпуск Но Что поделать Жизнь Она диктует Свои Правила Я буду проводить Свои мероприятия Естественно Потому что Как я цинично Пошутил Путин вообще Это все затеял Ради развития Внутреннего туризма Поэтому Анонс моих мероприятий Есть у меня на сайте Сайт-то уж точно Никогда не закроется Ссылки есть внизу Ну и вообще Найти меня всегда Очень просто Павел Перец В любом поисковике И вперед на танки Ну а Эта книга И кстати Вот эта книга тоже Потому что Я ее писал Вообще В те времена Когда В конце 90-х К начале нулевых Когда Схлынуло бабло В страну И у всех Все были в эйфории Семачев Печатал футболки С Путиным А вот я тут Написал Немножко другую историю И вот Блин Прошло столько времени А она только Приобретает свою актуальность Хотя книга Очень жесткая С очень жесткими сценами В общем Смотрите Читайте Ходите Наслаждайтесь Жизнью Если вы можете Увидимся Пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok